Ну а мы продолжаем. Что с музыкой сравнится по звучанию? Шум леса, пенье соловья, Грозы раскаты, ручейка желчанья. Сравнение найти не в силах я. Но всякий раз, когда в душе смятенье, Любовь или грусть, веселье или печаль, В любом природой данном настроении Вдруг начинает музыка звучать. Музыкальное образование начиналось в семье. Так в Белой холоднице в конце девятнадцатого века Было популярно домашнее музыцирование Среди инженеров и служащих. В доме управляющего стояла физгармония Австрийской фирмы «Симмерман и сыновья». Вы можете видеть ее в этом зале. По вечерам собирались господа инженеры с женами, Пели песни и романсы на русском и польском языках. Музыкальное воспитание зависело от социального статуса семьи. Как это происходило в дворянской среде, Нам покажут педагоги и воспитанники детской школы искусств. Добрый вечер все присутствующие. Очень рада здесь детям, Потому что наш разговор пойдет как раз о воспитании, Музыкальное воспитание ребенка в семье. Профессиональное музыкальное искусство, Как часть российской культуры, Своими корнями уходит в любительское домашнее музицирование. Вспомним имена известных русских композиторов. Глинка, Доргомышский, Бородин, Мусорский, Рахманинов, Чайковский. Все они имели схожую первоначальную судьбу, Как музыканты. Это домашнее воспитание, Первые уроки в музыке сначала от своей матери, Первого учителя ребенка. Затем продолжалось образование с губернерами И профессиональными педагогами. Весь музыкальный мир отмечает особый мелодизм, Присущий только русской музыке. Его корни уходят в простой народ, Потому что ребенка окружали простые няньки. Они напевали колыбельные песни, Выражали свою любовь в потешках, В пестушках и в рибоутках. Ай, кач, 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 Спи-ка, Оленька, не плачь, Спи-ка, Оленька, не плачь, Я куплю тебе калачь, Спи-ка, Оля, да не реви, Я куплю-ка тебе три. Да, лю-лю-лю-лю, Спать укладываю, Приговариваю, Приговариваю, Буду Оленькой водиться, Оля меня не боится, Да, лю-лю-лю-лю, Спать укладываю, Спать укладываю, Лю-лю-лю-лю, Спать укладываю. Это была премьера песни в этом жанре. Ребёночек подрастал. Примерно в 4-5 лет его подводили к роялю. Вот у нас современный рояль, к сожалению. Четырёхлетнего Петра Ильича Чайковского впервые к роялю подвела ему мама. Женя Корниенко исполнит марш деревянных солдатиков Чайковского. Петра Ильича Чайковского. Музыка в лучших домах 18-19 веков, а именно они считаются золотыми в культурном летоисчислении, звучала всегда. В доме играли все члены семьи, и родители, и дети. Ну, коль уж речь сегодня о Чайковском очень часто заходит, то отец Петра Ильича играл на плете. Его мама прекрасно пела романсы. Часто дети играли ансамблем, пели под аккомпанемент друг друга. Репертуар был достаточно серьёзный. Сонаты и концерты Гайдена, Моцарта, Ветховена, а романсы Алябьева, Варламова, Бурелёва. По праздникам приглашался хор церковных певчиков, оркестр. Ребёнок в доме не просто слушал музыку, а всем своим маленьким существом проникался в её. Сам участвовал в музицировании и уже с ранних лет приобщался к мировой музыкально-сокровищам. Позже подросшему утропу для более углублённых занятий нанимался учитель. С ним занимались учитель с ребёнком, занимался чтением с листами, импровизацией, подбором на слух. Звучит Артюн Шапан. 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 Играет музыка 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!